МОЛДАВСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Я Черновский Александр, в основном занимаюсь графикой, то есть дизайном. 3D графика, 2D графика, мультипликация, ну и соответственно хобби, это скетчи, ролики. Меня зовут Пужак Ярослав, я специалист по связям с общественностью. Собственно, как хобби, да, мы создали такой проект, который называется «Блогом Дэ». Почему у вас такой разный род деятельности, и вы решили заниматься сериалами, создавать их? Креативные люди объединяются, мне кажется, консолидируемся. О чем сериал, название его, когда пришла идея? Ну, вообще мы собрались снимать какие-то скетчи, то есть тратить свое свободное время максимально интересно для нас. Снимать для аудитории, то есть это мы можем, значит, надо делать. А сколько у вас человек в группе? У нас шестер на данный момент. Название сериала о чем? С названием это «X-Files», то есть это, грубо говоря, пародия на одноименный сериал секретных материалов. Просто у нас такая страна, на каждом углу и за каждым деревом происходит мистика. И мы максимально решили затронуть вот эти темы. То есть, ну, снимаем, снимаем, как бы, готовим всю нашу аппаратуру, максимально сценарий. И решили показать, как бы, те моменты, которые обходят нас стороной. Например? Ну, например, летающая тарелка. То есть, вы видели? А мы Славой видели. В вашем сериале она есть. Да, то есть мы решили показать, как бы, вот Слава вышел. Мы ее реально засняли? Да, вот мы гуляли как-то вечером, а он такой идет с фонариком, а я снимаю на телефон. И бас, летающая тарелка, то есть. В Кишиневе полно мистики. Да. Она везде. Ну, не только в Кишиневе, а вообще по всей Молдове. Даже так? Да. Начиная с первой серии, где один из агентов производит вскрытие Молдовы и рассказывает об ее перспективах развития. Так что мы не акцентируем внимание только на Кишиневе, а в общем. А кто придумывал вскрытие? Вот в Молдове. Само понятие вскрытие Молдовы и такие факты. Если честно, я уже не могу вспомнить, потому что это было давно. У нас на серию уходит около месяца подготовки. Мы как бы в общем, когда собираемся, все накидываем какие-то идеи на сценарии. Брейнсторминг такое. Поэтому точно кто что придумал, уже не вспомнит. Как подбирались актеры? Кто решал, вот он будет, она будет? У нас как бы особо не было кастинга. У нас есть наша команда, есть креативные ребята. Более харизматичных берем, скажем, на первый план, кто, ну скажем, чуть меньше опыта имеет в актерской игре подальше. Вы создаете два сериала. Один такой более побольше и другой такой скетч-мини. И ты главный герой. У тебя, наверное, раздвоение, можно сказать. Не сын Брежнева и там не Сталина. Это образ, ты не ходишь так по городу. Нет, я хожу так везде. С вами ион Травогла. Вот расскажи о себе, вот когда вот понимание пришло и желание, что я хочу быть другим. Вот образ, спортивный костюм, это прекрасная прелесть, назовем так. Усы. Ты о усах? Я обо всем, да. Просто родилась идея. Так же случайно, спонтанно у нас все спонтанно. А давайте у нас будет герой. Вообще у нас проблема основная. Это много вредных привычек у людей. Начиная от алкоголя, сигарет, заканчивая там более такими опасными вещами. Я решил продвигать спорт. Нашел такое неординарное решение. Потому что говорить, давайте будем заниматься спортом, каждый может сказать. А показать это с самой иронией, с долей самой иронии какой-то такой сатирической стороны, не каждый сделал. И вот мы решили, вот давайте будет такой герой. Это парень приехал с Гагаузи. Даже Травогло. Да. И он Травогло. Это как Джон Траволта, только... Да, то есть там как бы он вырос. Ему там делать нечего. И он такой вот, надо что-то вершить. Как бы хочешь начать изменить, ну менять мир, начни с тебя. Основная идея это не нужно придумывать кучу отговорок. Что зал дорогой, что нету времени. Ты был в Италии. Ты там заснял роли. Ты специально туда полетел, поехал. Или так отдохнул, спортивный костюм с собой, ленточку, усики и... Нет, я слишком занят, чтобы отдыхать. Просто с ребятами. Кто-то наколедовал на Новый год. Кто-то копил всю жизнь. Там, вот Славик копился на самокат. А потом он вырос, он высокий у нас. А самокат уже не подходит. И мы как-то скинулись. И такие, давайте что-то сделаем, что-то этакое. И вот выбрали... Отправили Сашу в Италии. Да. То есть не Сашу. Я нигде не был. Я сидел дома и монтировал. Ну, родители знают, чем вы занимаетесь? Ну, снимаете паранормальный сериал. Ты комик, назовем так. Их мнение? Нет. Не знаю. Кто и не знает? Я отключил дома вообще телевизор. Ну, как бы мои дома. Они знают, что я чем-то занимаюсь в свободное время. Они лишь довольны тем, что я не трачу это на какие-то глупости. Я думаю, так у каждого. Ну, да, в принципе. Твои родители знают? Мои родители в курсе и, в принципе, они поддерживают. Тебе проще. Да. Ты не из Гагаузии, у тебя нет усиков. А как образ? Вот почему именно костюм? Почему именно так? Скажу больше. Для образа мы искали... Наша команда искала по всей Молдавии костюм. Это вот костюм с Югославии. Спортивный костюм – это символика спорта. То есть не очень удобно. Я хоть и мастер спорта по всему, но в джинсах не очень удобно. Как бы отжиматься от троллейбуса, остановить так в нужном тебе месте. На видео видно, что ты сложен. Девочки сейчас заметили раньше, я сейчас замечаю. Ты спортом плотно занимаешься. Если я пропагандирую спорт, явно я к нему максимально... Ну, зря я тоже пропагандирую? Ну, как бы, ну не все так, как у тебя. Так он графический дизайнер, он может нарисовать все, что угодно. Ну, серьезно, ты проводишь много времени в спортзале? Достаточно времени. Потому что сейчас зритель смотрит, думает, ну, очередной пропагандист, который говорит, я не курю, не пью, а ночью... Наоборот, занимайтесь спортом, а сам идет и курит, и пьет. Нет, я занимаюсь, я не употребляю алкоголь, я не курю, я занимаюсь... Ну, спорт в чем? Я прихожу в спортзал. Спортзал, пробежки, правильное питание. То есть, на самом деле, зал не так важен, как питание. Ты снимал свои ролики также в Кишиневе? Какая реакция была людей, когда видели тебя? Все-таки для них это либо что-то нехорошее... Привет гагаузам! Ты в Гагаузе не бываешь после этого? Нет, я вообще там ни разу не был. Ну, как, меня в детстве отправили в сумки цыганской, клетчатой, в Кишинев, и все, и я вот здесь с усами, вот с детства. А сложно быть комиком в Молдове и при этом снимать сериалы? Пока что да, в принципе, то есть, ну, времени хватает. Саша задумался. Нет, я пытаюсь максимально правильно ответить на этот вопрос. Здесь дело вообще в команде. Вот благодаря друг другу, вот не получается. Вот я зацикливался на одном образе, и вот я никак не мог выйти из образа травогу. Ну, вот как бы не пытался спародировать какого-то вот такого вояку, все равно образ травогу. Но вот ребята помогают, направляют. Давай немножко вот так, давай попробуй вот так, давай вот так. Во мне просыпается, наверное, третье эго. Да, такой Станиславский где-то орет из желудка. Я не верю. Вот так и я. Это все через желудок или? Да, я же говорил, питание это, это как бы почти основное. Тебе повезло. Это помогает в личной жизни, когда есть такой типаж, есть такой образ, и девушка может гулять с Сашей, потом другой, с Гагаузией. С травогой. Такое некогда гулять с девушками. Нет такого, ты с ней общаешься, и ты включаешь этого. Нет. Образ, это образ. Какие-то личные отношения, это личные отношения, там. Я даже в компании стараюсь максимально приглушить образ травогу, я не знаю, он там не нужен, наверное. Чего ожидать зрителям от сериала, от твоих мини-сюжетов? Сюжетов максимально самоиронии, юмора в море, просто океан. Подписывайтесь на блог МД, следите за новостями, потому что дальше будут скетчи, дальше будут также мини-сериалы, короткометражки. По словам Иона Травогла, в Молдове происходят не только паранормальные вещи, но и необъяснимые события, которые к Мистики не имеют никакого отношения. Он и его команда обещают рассекретить то, что было скрыто от наших глаз. Все тайное станет явным. Продолжение следует...